Всем привет, дорогие друзья! С вами снова Феликс и Давид, чья я был во вьетнамском магазинчике. Ну как магазинчике, это кафешка, которая приторговывает всякой интересной фигнёй. В том числе фубо быстрого приготовления от компании Vifon. Компания Vifon родом из Вьетнама и предлагает нам вот этот пакетик примерно под 150 рублей. Скорее всего на маркетплейсах его тоже можно найти, просто я не искал. Ну и ещё у нас есть маленький бонус. Вот такая вот лапша от компании Miliket. Происхождение имеет тоже сугубо вьетнамское. В том магазинчике придавалось по 50 рублей. Я честно не знаю, что здесь, конечно, будем посмотреть. Бонусом на этот обзор она взята, потому что я думаю, что полноценный обзор из неё слепить всё-таки не получится. Что ж, давайте тогда приглядимся поближе. Так, ну этого товарища пока в сторону. Здесь же мы имеем красивую привлекательную упаковку, супчик фубо, специи, всё такое. Плашка производителей, собственно, что это такое. Банальше, но как оно есть. Лапша, видимо, введена контрабандой, потому что она не простекирована. Но, в принципе, этой кафешке много можно просить, за их том я бы. Всё, порвал нахиг. Широкую рисовую лапшу на фоне тарелки практически не видно. Также мы имеем пакетик с порошочком и вот такой вот пакетик с двумя соусами. Фиолетовая половинка подписана как ароматное масло, а красная как чили соус. Теперь касаемо нашего маленького друга. Что же касается нашего маленького друга с нарисованными креветочками, он упакован вот в такой вот крафт-пакет. Здесь мы видим стикер, так что в отличие от предыдущей лапши он ввезен абсолютно легально. Выглядит всё очень маленько, очень дёшево. Я подозреваю, что это будет примерно как ролл. Косяк по размерам не подходит, придётся немножко утолкать. Другое дело. Здесь мы имеем вот такую вот тоненькую лапшичку и один единственный пакет с суповой основой. Про это рассказывать в принципе нечего, как я и предполагал. Что вообще можно говорить, когда там даже не указано сколько воды в принципе добавлять. Поэтому мы ну и нальём на глаз. Инструкция предполагает взять 400 мл кипятка и залить все совмещенные ингредиенты на 3 минуты. Высокие технологии для отмерения кипятка. Вот это вот шо простаило. Паршочек немного свалялся, но это не страшно. Как сказано в инструкции, ливанём на глаз. Вот так вот, чтобы покрывало. И тоже убираем на 3 минуты. 3 минуты прошло, наша фоба заварилась. Выглядит довольно неплохо. Масло дало достаточно жирности, и поэтому это должно быть весьма таки на жёрст. Здесь мы видим уже привычные нам доширочные катышки, всякую зеленушку, да и в принципе всё. Пахнет это с одной стороны привлекательно, с другой стороны оно пахнет кинзой. Что у нас с нашим креветочным товарищем? Пахнет наш креветочный товарищ весьма таки привлекательно, но пахнет он сугубо пшеничной лапшой, больше ничем. Я вообще даже не знаю, что тут собственно говоря рассматривать, потому что кроме этой тонкой лапши здесь толком нихрена и нет. Что ж, давайте отъезжать, допробовать. Начнём дегустацию с наиболее интересного фобо. Какое оно скользкое, оно соскальзывает с вилки. Я могу сказать, что эта лапша на вкус довольно привлекательная. В дошираченном понимании этот бульон в принципе необычный. Он довольно сильно отдаёт кинзой и непривычными специями. По классике попробуем катышек. Обычный безвкусный доширочный катыш. Он на вкус такой же, как и бульон, который он впитал. Ну и бульон отдельно. Это вкусный, интересный, острый бульон. Не могу совершенно ничего плохого про него сказать. Стоит ли это 150 рублей, решать вам. Однако бульон больше ближе к оригинальному пушному, чем к какому-то дошираченному усреднённому. Ну и наш маленький бонус. Напоминаю, лапша должна быть со вкусом креветок. Однако эта лапша просто со вкусом пшеничной лапши. Я не уверен, есть ли какие-то привкусы в самом бульоне. Давайте его попробуем. Как ни странно, лапша, которая заявлена как лапша с креветочным вкусом, не имеет вообще никакого креветочного вкус. Бульон имеет скорее какую-то базовую бульонную основу. Кучу глютомата и соли. Это можно съесть, но за эти деньги я предпочту роллтон. Два роллтона. Ну а на этом у меня всё. Подписывайтесь, ставьте лайки. Подписывайтесь на группу ВКонтакте, на канал в Телеграме. Также не забывайте, что в Телеграме всё ещё проходит опрос, какую лапшу нам взять для сравнения сваренной и заваренной. Да, голоса мы набираем очень медленно. Всем спасибо и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok